МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граждане имеют право воспользоваться имущественным налоговым вычетом при продаже недвижимости, представив налоговую декларацию форма 3НДФЛ в налоговый орган по месту жительства, в которой заявляет сумму дохода, которую он получает от реализации данной квартиры, это в нашем случае 1,5 млн, и заявляет имущественный налоговый вычет в соответствии с кодексом, который составляет 1 млн рублей. Также мы знаем, что физлицом может вместо вычета получить право уменьшения доходов на величину расходов. Расскажите, какие это случаи и расшифруйте, пожалуйста, такое трудное утверждение. Да, граждане также могут вместо использования права на имущественный налоговый вычет, как я уже сказала, в размере 1 млн, имеет право свой доход, который он получил от реализации недвижимости, уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, которые он понес в связи с приобретением данного этого объекта. И в инспекцию он представляет декларацию формы 3НДФЛ и приложив соответствующие документы, это договор купли-продажи недвижимости, и те документы, которые подтверждают расходы, именно которые он заявляет в декларации вместо имущественного налогового вычета. Вот если, например, допустим, продал он ту же самую квартиру за 1,5 млн рублей, как это все будет выглядеть? Если гражданин имел в собственности квартиру менее 3 лет, но когда-то он ее покупал, допустим, за 1,3 млн, то заявляя в декларации доход, полученный от реализации этой квартиры, 1,5 млн, вместо миллиона, вместо имущественного налогового вычета, он вправе указать вот те расходы, которые он понес в связи с приобретением этой квартиры, то есть 1,3 млн. То есть для гражданина он вправе либо заявить имущественный налоговый вычет в размере 1 млн, или те расходы, которые он понес когда-то в связи с приобретением этого жилья. И после применения налогового вычета как определить сумму налога, которую нужно будет уплатить? Да, сумму налога уплатить, но прежде чем определить сумму налога, надо знать сумму облагаемого дохода. А сумма дохода, это превышение, вот эта сумма облагаемого дохода, это есть сумма превышения примененного налогового вычета, то есть 1,5 млн он продает квартиру, 1,3 млн он заявляет расходы, то есть вот эта разница, это будет облагаемый доход, который будет облагаться по ставке 13%. Если физлицо приобретает квартиру, ну какую сумму может быть получен налоговый вычет? Да, это уже другой вид вычета, мы рассмотрели по продаже недвижимости, а это имущественный налоговый вычет при приобретении жилья. Граждане имеют право также заявить имущественный налоговый вычет уже по приобретению жилья на те расходы, которые они понесли именно в счет приобретения этого жилья, но не более 2 млн. Это очень надо себе на заметочку, вот эта сумма, это предел. Допустим, купили вы жилой дом за 3,5 млн, но вам имущественный налоговый вычет налоговые органы подтвердят только в размере 2 млн. Какие документы нужно предоставить налоговую инспекцию для получения такого вычета? Документы предоставляются прежде всего, это заполняется декларацией формы 3НДФЛ, и предоставляется договор купли-продажи, акт приема-передачи, если вы приобретаете квартиру в строящемся доме, и документы, подтверждающие уплату всех вот этих расходов по приобретению жилья. Вы предоставляете все это в инспекцию, приложив в декларацию. А может быть получен налоговый вычет, если, например, физлицо не работает и не получает заработную плату? Нет, в таком случае физическое лицо получить имущественный налоговый вычет не может, потому что одним из условий получения имущественного налогового вычета – это наличие доходов. Облагаемые по ставке 13%. Елена Викторовна, давайте рассмотрим пример. Вот, допустим, физлицо купило квартиру за 2 миллиона рублей. Он работал, месячный зарабатывал 35 тысяч рублей, и за год у него, допустим, был удержан НДФЛ в размере 54 тысячи. Но какую сумму может быть предоставлен налоговый вычет в этом случае? В этом случае имущественный налоговый вычет будет подтвержден налоговым органом в сумме годового дохода. Если 35 тысяч он в месяц, то умножая на 12 месяцев, это будет 420 тысяч. Вот именно на эту сумму за 2015 год имеет право заявить физическое лицо на имущественный налоговый вычет. И именно та сумма, которая причитается с этой суммы, то есть 54 600, будет ему возвращена. Имеет ли право на получение налогового вычета пенсионер? Да, пенсионеры распространяется использованием имущественного налогового вычета и на пенсионеров. Те граждане-пенсионеры, которые получают в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии, у них имущественный налоговый вычет переносится на предшествующие налоговые периоды, но не более трех лет. Например, гражданин-пенсионер купил жилой дом, заплатил за него 2 миллиона рублей. В 2015 году работал, получил 500 тысяч. Подавая декларацию за 2015 год, он имеет право заявить на имущественный налоговый вычет в размере 500 тысяч. То есть тот заработок, который он получил в 2015 году. Но жилой дом он купил за 2 миллиона. То есть 2 миллиона минус 500. У него еще остается вот этот остаток имущественного вычета, миллион 500. И вот этот остаток имущественного налогового вычета он имеет право перенести на 2014 год, 2013 и 2012. То есть подать декларации по доходам за 2014 год, за 2013 год и за 2012 год. Это относится к пенсионерам, кто и работают, и те, которые уже прекратили работать после получения права, свидетельства о праве на собственность жилья. Какие бывают способы для предоставления налоговой декларации по форме 3 НДФЛ для получения налогового вычета? Да, я еще хочу обратить внимание еще раз, что прежде всего надо налогоплательщику представить налоговую декларацию формы 3 НДФЛ, налоговую инспекцию по месту жительства для получения имущества налогового вычета. А представить налоговую декларацию налогоплательщик может лично, либо через своего представителя, отправить по почте, также может по электронной почте, то есть через интернет-сервис ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Вот, зарегистрированные пользователи интернет-сервиса, они могут через свой личный кабинет, не скачивая программы, там заполнить декларацию и отправить. И уже дублировать на бумажном носителе эту декларацию не нужно. И скажите, в какой срок с момента приобретения движимости можно будет получить налоговый вычет? Да, все граждане имеют право использовать вычет по приобретению жилья, начиная с того года, когда получено свидетельство о праве собственности на жилье, когда получен, с того года, когда получен акт передачи на жилье, то есть если вы приобретаете квартиру в строящемся доме, с того момента, когда у вас есть документы, подтверждающие расходы по приобретению жилья, и еще когда, если вы приобретаете земельный участок под строительство жилого дома, то воспользоваться имущественным налоговым вычетом по земельному участку вы можете только тогда, когда вы уже построили на этом земельном участке жилой дом и получили свидетельство о праве на это жилье, на этот жилой дом. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что обсуждали мы тему налоговых вычетов с заместителем начальника отдела налогоблажения, имущества и доходов из лиц Управления налоговой службы Рязанской области Еленой Вырычкиной. Спасибо за внимание. До новых встреч.